Добрый день, уважаемые члены из Компома. Прежде чем начать презентацию программы, я вам хочу сказать, что в сентябре 2017 года Киево-Могилянская академия, конкретно факультет социальных наук и социальных технологий, первый курс студенты провели независимый опрос жителей нашего города. Было взято 30 округов, 30 студентов пошли в разные стороны города Николаева и опрашивали определенные возрастные категории людей. Так вот мы получили результат. 49% жителей города Николаева за эвтаназией бездомных собак, 51% жителей города Николаева поступает за обманное отношение к бездомным животным. Анкета была составлена очень своеобразно, мы ее видели. Поэтому, может быть, такой, я бы сказала, низкий результат по обманным отношениям. Я думаю, жители нашего города больше выступают за обманное отношение. Итак, мы перейдем к конкретной презентации программы. Значит, программа, любая целевая программа должна пройти по пореднюю розгляду с полковой. Когда я подписывала Акуши Побожья, у меня было два экземпляра программы. Первый на сайте курсовета, на сессию курсовета, второй на из полковой. В процессе прохождения второй экземпляр программы, я не знаю, на каком этапе, куда-то исчез. Поэтому мы не отнесли конкретно в решениях из полковой. Я отвечаю на вопрос, почему мы не отнесли 20 дней. Значит, программа наша прошла обнародование 20 дней, я уже сказала, и прошла депутатские комиссии. У нас осталась бюджетная комиссия для вынесения окончательного решения, потому что она ставила нам условия в проведении именно этого социального вопроса. Поскольку вопрос сделан, я думаю, что в среду на бюджетной комиссии мы презентуем повторную программу. Мы не прошли транспортную комиссию. Как бы так. Значит, программа была инициирована группой депутатов, Копейко, Веселовской, Злоткиным, Апанасенко, Грипасом, Солтисом. И разорвалась совместно с зоозащитой, с представителями ветеринарной службы, с представителями пляжных служб города Николаева, с полицией, и с бывшими и настоящими руководителями коммунального предприятия Центра защиты животных. Значит, что я хочу сказать о программе. По приглашению нашего мэра Александра Федоровича Сенкевича, въезжал директор Центра защиты животных ЛЭФ из города Львова, Кошек Оксана. Мы ее тоже подключили как консультанта к разработке этой программы. Почему именно ее? Потому что, в принципе, на сегодняшний день город Львов является, наверное, показательным в отношении бездомных животных. У них на улицах на сегодняшний день находится не более 600 бездомных собак. У них нет эвтаназии. У них очень высоко поставлена адопция собак именно на их предприятии. У них создана муниципальная бета-черкница. У них создан груминг-центр. И вот поэтому их рекомендации мы, конечно же, применили к нашей программе. Значит, наша программа прошла дважды, трижды экономические департаменты и дважды юридические департаменты, чтобы не было вопросов, то есть каждая цифра была проверена и каждое слово в нашей программе было проверено. Цель нашей программы – это уменьшение численности бездомных животных гуманным путем в соответствии с действующим законодательством в Украине. Это снижение укусов и конфликтных ситуаций, связанных не только с бездомными, но и с домашними собаками. По поводу укусов хочу остановиться. Есть определенная статистика. Статистика Николаевской областной лаборатории Центра МОЗ Украины. Значит, смотрите. Я вам коротко расскажу цифру. 2015 год. Общее количество укусов с собаками – 1288. Из них только 49% – укус бездомными животными. 2016 год. 1093 укуса. Из них только 43% – укус бездомными животными. 2017 год. 1244 укуса. Из них только 37% – укус бездомными животными. На сегодняшний день мы имеем статистику за 2018 год за 9 месяцев. 1196 укусов. Очень высокая цифра. Очень высокая. Это 40% в этих укусах – это укусы бездомных животных. Хочу сказать, почему сейчас высокая цифра. Предприятие Центр защиты животных, созданный мэром Чайкой, для того, чтобы стерилизовать животных, фактически с ноября 2017 года стерилизацию животных не ведет. Я могу привести цифры, которые… Я скажу, что сейчас не попал вопрос. Если не попал вопрос, если не попал вопрос. Давайте поднимем. Можно я тогда скажу? Значит, в конце розовых материалов, в самом конце, если вы перевернуете программу, находится поревняльная таблица всех четырех программ, которые на сегодняшний день существуют и разработаны. Как департаментом ЖКК, так и группой депутатов. Обратите внимание на ней. Вот в этой поревняльной таблице очень четко расписано как наша программа, так и все остальные программы. В сравнении как по цифрам, так и по западам. В сравнении как по цифрам, так и по цифрам, так и по цифрам, так и по цифрам. В целом, в целом, в целом, в целом, мы уже в целом, и все остальные программы. Что касается программы, которые мы сейчас… Странничьи на Странского губа, здесь уже не будут. Тут надо сделать некоторые технические изменения. У вас еще контроль тут на Репина, на главу подпустиной комиссии. У вас уже не глава подпустиной комиссии. И я уже ему понял. У вас программа из 2018-2022. 2018 год заканчивается. Мы не хотим, чтобы не ценить 19-19, 19-19, третий год. Скажите, а как вы приняли программу Голобродского? А то, что мы с Голобродского? А то, что мы с Голобродского? На то, что мы с Голобродского? Просто мы с Голобродского. К сожалению, да. А как вы приняли? Отлично, так в Одессе я это делаю. Я имею ввиду, что необходимо на российские изменения внести, с учетом того, что есть уже... Если мы внесли изменения, программа должна пройти снова при этом, или на сайте. Мы не сможем принять... Мы не сможем принять... Здесь никогда в этом столконе так никто не докладывал программы. На будущее. Если вы будете готовиться, можно докладывать с ним программу, а не эмоции вокруг этой программы. И относительно других программ, которые мы... Коллеги, я еще раз повторяю. Моя позиция поставит. Я думаю, что нам нужно ответить, точнее, выполнить нашу техническую роль, проголосовать этот проект решение, для того, чтобы можно было ее вывести в сессию на зал. Я снова повторяю, что я считаю, что обидвые программы должны быть приняты, и обидвые программы должны быть проголосованы. Та программа, которая наберет кількість необходимых людей, ляже за основу проведения конкурсов на занятие позиции директора Курнального предприятия, Центр захисту творимых. Основная задача, яку будет выполнять эту программу. И все. Поддерживайте. И все. И все. В последнее время я обратил внимание, что ветеринар меня поддерживает. Рак у животных развивается так же, как и у людей. Очень много собак, кошек, к сожалению, булгари какие-то, и все остальное. К сожалению, я их сталкиваюсь, так я знаю. То есть, получается, ветеринар не сможет принять решение по поводу страды, пусть животные мучат, просто так ограничили это все. Смотрите, мы пишем программу для коммунального предприятия. Мы пишем программу для коммунального предприятия. Мы не лечим антроюгии. Вот эту антологию лечим. Здесь написано только в двух случаях. Вы говорите правильно. Завтра человек придет со слезами на глазах к своей кошке, как у нас к своей кошке. Скажет, усыпите, потому что животные мучатся. Что дальше? А ветеринар скажет, я не могу этого сделать. У меня есть какая-то программа. Это написано для коммунального предприятия. Это написано для коммунального предприятия. Вот это и для себя. Мы усыпляем, привезли собаку с травмами. Они несовместимы с жизнью. Мы усыпляем эту собаку для коммунального предприятия. У меня последний вопрос. Скажите мне. Вот есть животные, которых должно хватает мавливать, и которых нельзя выпускать назад. Директор указывает, что отпуск их назад не производится. Сегодня эти животные содержатся в медких центрах защиты животных. Долгое время, годами не содержатся. Что предполагает программа ваша с этими животными делать? Наша программа конкретно направлена на усиление адопции. Адопция – это пристройство животных в силе. Потому что, на самом деле, те животные, которые не могут вернуться на место привержнего обитания, они должны быть прежде всего отработаны, наверное, все-таки по закону 2 месяца спинологом. Если собака не агрессивна, она имеет право быть пристроена в семье. Основная задача нашего коммунального предприятия – это адопция. Здесь она очень подробно расписана. Собаку нужно с собакой поработать, привести ее в нормальный вид. Это груминг-комната, которая включена. И самое главное – работа зоозащиты, которая на сегодняшний день на предприятии в течение уже 6 месяцев заблокирована. Зоозащитники активно помогают устраивать собак. Вот эти цифры, которые на сегодняшний день показывает коммунальное предприятие Центр защиты животных по адопции – это на самом деле работа зоозащиты, которая экстремально забирала собак с предприятия, когда Голобродский заявил, что он их всех посетил. Мы их всех забрали, этих собак. Мы готовы их забирать, но с нами не работают. Предприятие включен в какой-то режимный объект, сделали режимным объектом, и мы не можем попасть на это предприятие. Вы видели в прямых эфирах, как я заходила как депутат на это предприятие. Равно такие же условия для зоозащиты. Мы не можем попасть, если до этого директором Володкача мы могли туда заходить, на сегодняшний день мы на это предприятие попасть не можем. Во всей Украине это предприятие открытое для зоозащиты, для детей, для школьников и для жителей. Поддерживаем этот проект решения, выносим его в съездный зал. Технический вопрос. Технический вопрос, который открыт. Кто за? Кто за? Кто за? Спасибо. Разрешите мне? Нет. 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 Нет.